Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, конечно, обращали внимание, а многие из вас, в чем я даже нисколько не сомневаюсь, знают наизусть молитву преподобного Ефрема Сирина, которая у нас читается за богослужением во время Великого Поста. Текст ее такой «Господи, владыка живота моего, дух, праздности, уныния, любоначаля и празднословия не дашь ми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрите мое прегрешение и не осуждайте брата моего, яко благословенный си во веки веков. Аминь». Читает ее молитву этого священника, обращаясь лицом к царским вратам, довольно громко во всеуслышание, сопровождая каждое ее прошение земным поклоном. После трех таких поклонов он 12 раз крестится с молитвой «Боже, очистимя грешного и помилымя», после чего совершает еще раз эту же большую молитву, но уже полностью и делает еще один земной поклон. Вместе с ним синхронно это действие совершают и все молящиеся в храме. Кстати, читать ее молитву Ефрема Сирина можно и самим дома, сопровождая поклонами таким же образом. Как вы знаете, она у нас появляется в богослужении еще за неделю до Великого Поста, в одни, когда не положено совершать божественную литургию. Это среда и пятница Масличной недели. Церковь ведь она, помните, постепенно, постепенно вводит нас в этот пост не только пищей, но и читаемыми текстами, поклонами, характером богослужений. Молитва Ефрема Сирина читается в течение всего Великого Поста, кроме субботних и воскресных дней. В воскресенье вечером потом чтение ее опять возобновляется. Последний раз она читается на Страстной Седмице утром. По самому характеру ее видно, что эта молитва покаянная. В ней упоминаются грехи, мешающие, препятствующие нашему покаянию. Также в ней приводится на память и добродетели, которые, наоборот, покаянию помогают, способствуют. Дух праздности, лень, уныние, празднословие – это все то, с чем мы должны бороться всегда, но в Великий Пост особенно. Говорится в ней, в этой молитве, и о любоначалии, о жажде власти и превозношения, которые для души любого человека бывают очень губительны. Напротив этому всему святой Ефрем напоминает нам о целомудрии, смиренномудрии, терпении, любви, как подлинному проявлению христианской жизни и внутреннего устроения. Поклоны, как мы понимаем, они ведь тоже нужны. Человек – это существо духовно-телесное и должен прославлять Бога и молиться не только душой, но и телом, и телом проявлять свое богопочитание и служение. К тому же поклоны в течение длинной-длинной службы помогают не засыпать, а бодрствовать и немного двигаться, что тоже бывает очень полезно и даже желанно. Просто стоять без движения довольно долго – это трудно и утомительно. Поклоны тут приходят на помощь. Как мы уже и говорили с вами, все на службе не зря и все не случайно и не просто так. Сам же автор этой молитвы, преподобный Ефрем Сирин, жил очень давно, еще в IV веке, и по преданию был сирийцем. Вот отсюда такое его именование, то есть это не фамилия, а место его происхождения. Можете, конечно, почитать о его жизни, о покаянии, подвигах, о его духовных произведениях. Все это будет очень полезно и назидательно. Его произведения, они по праву просто входят в сокровищницу святоотеческой письменности, имеют очень большую аскетическую и не только аскетическую ценность. Они и поэтичны, и художественны, неоднократно переводились на разные языки и заслуживают самого пристального к ним внимания и изучения. Так что в пост всем нам есть чем заняться. Молитесь, изучайте, поститесь, творите дела милосердия. В общем, поле просто непаханное. Было бы только желание и силы. Мы же с вами, как я надеюсь, еще не один раз увидимся и побеседуем с вами на самые разные темы. Если случится неприятное и, например, YouTube заблокирует, то у меня есть еще канал для общения в Telegram. Вы, наверное, тоже о нем знаете. Там я выкладываю фотографии, видеоролики, аудиофайлы и потихоньку-потихоньку для вас его наполняю. Найти там меня несложно, просто введете в поисковике Telegram Ирей Борис Гущин и там меня найдете. Активную ссылку вставлять сюда я не буду, потому что YouTube тогда снижает показы таких видеороликов. Эти площадки, они между собой конкурируют, но это уже дело их. Главное, что мы с вами вместе, чему я очень-очень рад. До встречи, дорогие друзья, братья и сестры. Христос посреди нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова